Дворец Украины В котором пройдет мажор Просто я вам сейчас покажу виртуальный тур по нему Чтобы вы понимали, где придется сидеть дотерам Которые купили билеты, как вы знаете, за 20 минут Ну все мы понимаем, что скорее всего это были перекупщики Сайт специально завалили Из реальных людей там очень мало кто купил Но я вам этого не говорил, ребят В общем, давайте просто посмотрим Как вы видите, там можно поместить от 3 до 6 тысяч человек Это в лучшем случае Зал, ну вы сейчас смотрите, вроде неплохо Но люди, которые живут в той же Москве К примеру, у них такой зал имеет обычный кинотеатр Просто посмотрите на эти стулья Посмотрите на эти стулья И представьте, что вам придется на них сидеть 3 дня Просто 3 дня на этих стульях У вас не то, что жопа будет болеть У вас геморрой вылезет, если у вас до сих пор его нет Просто давайте посмотрим, что тут есть Партеры есть Балконы Давайте на балкончике зайдем Посмотрим Вот сцена, на которой ничего не будет видно Балкон То же самое Практически то же самое Ничего не меняется И Давайте посмотрим, как же зал за сценой Вот Ну где тут народу собираться? Вот скажите Вот Где тут продавать сувениры? Где тут проводить все это? Вот где? Где? Вот это вот вход Ну, вход более-менее Есть какие-то там Проверочные Я не знаю, даже работает ли это Металлодетекторы Пускай, допустим, несколько тысяч человек Представьте Пройдут в этот ход В Москве в ЦУМе Вход больше просто А тут Предлагают провести европейский мажор Просто европейский мажор Это одна из тех причин Почему я не поеду в Киев на мажор И не потому, что билеты там не купил Билеты достать не проблема Так как тот же МСА Или Гиперикс Или еще кто-то Без проблем дадут мне билеты Ради того, чтобы я освещал Но просто посмотрите этот зал Это Он настолько старый Тут ремонт, ну не знаю Лет 20 делся Да, он выглядит вроде Скажет, что ты придирайся Вроде неплохо А сейчас я вам покажу Те места, где мог бы Пройти мажор Но из-за того, что в нашей стране Евровидение Из-за того, что в нашей стране Еще там Чемпионат Какой-то Европы По хоккею Кажется Не пройдет Давайте еще Просто Проклассаем Так, ошибки Ошибки Ладно, фиг с ним Это был дворец Украины Это где будет проходить? Это Где собираются люди? Давайте следующий Дворец спорта, ребят Просто дворец спорта Где будет проходить? Давайте 3D-тур Хорошо На всех практически сайтах Есть 3D-тур Давайте посмотрим Сам Ну вот Ледовая арена Ну, естественно Сидушки тут Не суперкрутые будут Но Сами подумайте Сколько тут Места Просто Убрать Лед Вот только На ледовой арене Просто Убрать Лед И Разместить Все, что угодно Можно Ну ладно Допустим Ледовая арена Это Такое Давайте посмотрим Что тут еще у нас есть 3D-тур Музей нет Музей нам не нужен Служебный вход Вот это у нас что? Так Это вид сверху Да Сидушки не лучше Я согласен с вами Но тут Место В 2 раза больше Ребят Тут место На 10 тысяч человек 10 тысяч человек Помещается Уже как минимум Из-за того Что количество зрителей В 2 раза Представьте Вы едете На огромный Ивент Который проходит Вот Всеевропейские Его сделали Ну пускай в Киеве сделали Ну без разницы Сделали бы уже в Москве Мне все равно На самом деле Где поместиться Фанатам Доты? Где переживать Эти эмоции? Как бы Примеры есть Вот Интернешнл Тоже Как там Проходил Тоже в арене Типа это Ну там сидушки были Но тоже в спортивном Это не впервые Там инфраструктура есть В дворце спорта Получше Уже в разы получше Окей Но нет А давайте теперь посмотрим Где будет проходить Евровидение Но В апреле его Как вы знаете Не будет По договору Просто 6 месяцев Для подготовки Ничего там не должно быть Это международный Выставочный центр Просто международный Выставочный центр Тут Конечно Не очень плохо видно Я просто Увеличу фотки Вот просто Посмотрите Эти размеры Просто Эти размеры Что там Можно поместить Вместительность 15 тысяч человек Можно поместить Все что угодно Ребят И Вот тут бы Мажор провести Давайте просто Посмотрим А нас Общая площадь Комплекса 58 тысяч Квадратных метров Общая площадь Выставочных залов 28 тысяч Квадратных метров То есть Сикрет шопов Насывать Всяких Магазинчиков Выпить Покушать Отдохнуть Перекантовать Поразвлекаться Машиномест 2500 Только Просто на своем Автомобиле Можешь приехать Рядом 15 конференц Залов Рестораны Кафе Буфеты Почта Паркин Гостиниц Миллион гостиниц Просто рядом И это Ну Отдано Естественно Под Евровидение И подготовка Которая Вот Мне нахер Это Евровидение Если честно Не нужно Вот Просто не нужно Мне Дайте пожалуйста Чтобы Была возможность Посмотреть Мажор В таком месте Но Увы Увы Ребята Не будет И Возвращаюсь Просто Возвращаюсь Просто Возвращаюсь Вот такая Вот сцена Она Не очень Большая Кто Смотрел Ну Допустим Комедий Клаб В Комедий Клаб Сцена Больше Вот Просто Для сравнения Ребят Теперь Вы От Количество Мест Вместе С Балконами 3615 Хотя Там Что-то Сделать Чтобы Сделать 6000 Мест Никто Их Не Сделать 4000 Мест Будет Ребят Вот Вам Мажор Европейские Стандарты У меня В стране Горжусь Просто Горжусь У нас Есть Хорошие Места Но Их Все Заняли Зачем Это Делать Зачем Проводить В Киеве Сейчас Мажор В этом Году Пускай Бы Сделали В следующем Когда У нас Не будет Этого Евровидения Не будет Чемпионата Европы Или мира Скорее всего Европы По хоккею Просто Зачем Нам сидеть В этом Зале Своей жопы Мять Смотреть На эту Маленькую Сцену На которую Повесит Экран Там Нихера Не будет Видно Чтобы было Видно Тебе нужно Сидеть В первой Половине Зала Потому что Экран Вот он Видите Экран Я сейчас Мышкой Вокруг Не увожу Вы думаете Там Что-то Нормальное По доте Поместится Вы думаете Можно Все это А вот Представьте Это все Разместить В международном Выставочном Центре Было бы Вот Короче Если кто Думал Поехать На мажор В Киев Не советую Вам это делать Если у вас Есть возможность Лучше Перепродайте Билеты Если кто Купил Действительно Лучше Перепродайте Билеты Потому что Вы не получите Удовольствия Ребят Просто Расскажите Своим Друзьям Кто Успел Купить Билеты Кто Хочет Купить Билеты Кто Едет Кто Из Украины Из России Беларуси Без разницы Собирается Ехать На мажор Я Я Этого Не Советую Вот Потому что Многие Покупали Билеты Не Зная Че И Как Где Это Будет То есть Думали В нормальном Каком-то Месте Но Это Гребаный Кинотеатр В котором Даже Экрана Нет Ребят Не Советую Серьезно Ладно Это Просто Информационное Видео Никаких Там Лайков Ничего Не Нужно Надеюсь Я Кому-то Помог И Кого-то Спас От Провала Всей его Дотерской Жизни